Уникальный подарок получила библиотека на Некрасова-18. Коллекция учреждения пополнилась книгами детского писателя-фантаста нашего земляка Юрия Кузнецова. Писатель приурочил свой сюрприз ко всероссийскому профессиональному празднику Дню библиотек. Его отмечают 27 мая. Такой же дар он преподнес и Центральной детской библиотеке. Всего два комплекта из 11 книг. Это серия сказочного цикла «Лабиринты волшебного мира», которую автор создавал на протяжении многих лет. Юрий, расскажите, кто вас вдохновил на литературное творчество? Я знаю, что у вас есть тоже любимый писатель, благодаря которому вы стали заниматься как раз литературным творчеством. Вдохновила скорее дочка моя, которая прочитала все шесть книг Волкова, одного из наших любимых писателей. И когда прочитала все книги, то стало интересно, что бы там могло быть дальше. Поэтому она пристала ко мне. «Пап, ты любишь фантастику, ты умеешь писать, ты редактор стерной газеты, бессмертные стихи пишешь, напиши продолжение». Первая книга Юрия Кузнецова «Изумрудный дождь» вышла в свет 30 лет назад. Затем появились и остальные фантастические литературные произведения. «Пленники Кораллового рифа», «О чём молчали амфибии», «Живая радуга», «Лохнесская красавица», «Странные страны» и другие. Писатель создал целый волшебный мультимир, в котором происходят увлекательные приключения его персонажей. Кстати, один из героев его произведений существует и в реальном мире. Костя Талкин. С ним, кстати, удивительная история. Я его сам выдумал, я их подружил. И не так давно я, листая фейсбук, узнал, что на самом деле есть такой мальчишка, живёт в Ленинградской области, тоже примерно сверстник, там 10-12 лет. То есть существует в реальном времени Костя Талкина. Последняя книга писателя – толковые слова, ремён и названий. Она подвела своеобразный итог всем фантастическим произведениям автора. Решил сделать вот такой толковый словарь имён и названий, в который входит около 700 имён и названий и понятий, которые придумал я сам. То есть их трудно найти в интернете, если не связать со мной. И поэтому здесь она очень толковая, нужная книжка. Открыл, посмотрел, скажем, кто такая Арахна. Полистал, открыл, нашёл её, посмотрел, в какой книжке она упоминается. Сейчас детский писатель-фантаст трудится над произведением Вредины. Совсем скоро эта книжная новинка появится на прилавках магазинов. Там действуют как герои Волкова, это и Филингуама, это и Медведь-Топотун. Ну, в том числе и новые герои, которые есть в моих книжках. Они попадают в страну Ква. Ну и там разные приключения. Кстати, до середины июня Юрий Кузнецов намерен передать библиотекам Подмосковья одну тысячу своих книг. Писатель проводит благотворительную акцию «Мост дружбы» сразу в честь трёх событий. Тридцатилетие с момента выхода своей первой книги «Изумрудный дождь», 130-летие со дня рождения советского писателя-драматурга Александра Волкова и Дня защиты детей.